Здравствуйте, дамы и господа! Прежде всего, хочу поделиться информацией о самоизоляции Путина по коронавирусу. Потом я поделюсь информацией о скрытой причине самоизоляции Путина. Пешков раскрыл детали самоизоляции Путина по коронавирусу, поездка президента на саммиты ОДКБ, так что значит, организация договора о коллективной безопасности и ШОС. Так что значит, Шанхайской Организации Сотрудничества. Отменяется Дмитрий Пешков заявил с журналистом, что поскольку в близком окружении президента Владимира Путина есть люди, заболевавшие коронавирусом, и он сам оказался контактным, поездка в Душанбе на саммиты ОДКБ и ШОС отменяется. Пешков подчеркнул, что Путин занимает ответственную позицию, поэтому решил не подвергать опасности здоровья своих коллег. Все двусторонние встречи, которые должны были пройти на полях саммитов, в частности, сопрезидентом Играна, отменяются до следующей оказии. По словам спикера Кремля, в окружении президента заболений несколько человек, однако, кто именно и были ли эти люди привиты? Песков уточнить отказался. Вакцина гарантированно защищает от тяжелого течения болезни, но случай заболевания тем не менее возможны, отметил он. Песков совершил, что сам ВВП Владимира Путина абсолютно здоров, что показал сданный им тест. Накануне Путин вскользь заметил за встречи с паралимпийцами, что оказался контактным по коронавирусу, который обнаружен в его ближайшем окружении и, возможно, ему придется уйти на карантин. Но появились слухи о скрытой причине самоизоляции Путина. Разнограция России, Китая и Индии скрыл вибридный формат саммита ШОС, значит, Шанхайской Организации Сотрудничества. Суммит ШОС не выработал единой позиции по признанию правительства талибов террористической организации, запрещенной в России. Но большинство стран-участниц высказались за установление контактов с новыми властями Афганистана. Временное правительство не является репрезентативным, но работа с ним нужна. Вот подчеркнул Владимир Путин. Санхайская Организация Сотрудничества ШОС в этом году отмечает свое 20-летний ТИЕ. Юбиле планировалось с помпой отметить в Душанбе и заочно обсудить важные для организации региональные проблемы, в первую очередь ситуацию в Афганистане. Однако, в итоге основное внимание к саммиту привлекла не его повестка, а физическое отсутствие ключевых игроков. Проседатель КНР Си Цин Цин Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин не приехали в Душанбе и участвовали в пленарном заседании по видеосвязи. Это лишило саммит самой важной и, как правило, противной части двусторонних переговоров и неформального общения лидеров. А также подогрелось слухи о наличии серьезных противоречий внутри ШОС по афганскому вопросу. Некоторые политологи считают, что именно из-за них Си Моди и Путин предпочли остаться дома. Напомним, что по официальной версии российский президент не смог полететь в Душанбе из-за карантина по коронавирусу. В его окружении заболели несколько десятков человек. Дели и Пекин причины отсутствия глав государств нас саммит не объясняли. Если проанализировать позиции стран-участниц ШОС по Афганистану, в них действительно найдется масса противоречий. Очевидно, что Китай выступает за сотрудничество с режимом талибов, тогда, как Инделя, которая при Ашрафе Хани вложила в афганскую экономику 3 миллиарда долларов и теперь несет существенные потери. Резко против. Но заседание Совета безопасности ООН 30 августа МОДИ солидарно рейдзла Валенса со западными странами, выдвинувшими талибам ряд жестких требований, и в то время, как Россия и Китай при голосовании по соответствующей резолюции воздержались, шатя ее чрезмерно суровой. Российская оппозиция однозначно ближе к китайской. Но шлиться из-за Афганистана с Индией в Москве по понятным причинам тоже не хочется. Кроме Китая приход ко власти талибов полностью устраивает Пасхистан и Узбекистан, тогда как Таджикистан высказывается за поддержку Пан-Жешера, то есть сепаратистов. Если бы лидеры общались вживую, скрыть эти противоречия было бы невозможно. И саммит ШОС вместо традиционных объятий и заверений в вечной дружбе мог бы закончиться разборками и конфликтами. Однако гибридный формат позволил нивелировать эти риски. позелитесь знаниями и информацией о существующих в настоящее время раках, особенно о профилактике рака и лечения антинативной терапии. Для меня большая честь приветствовать вас, моих учителей и друзей, чтобы поддержать меня, нажав подписаться и поделиться видео для многих людей. Члены чрезвычайно благодарны и с нетерпением ждем вас, учителей и друзей. До свидания и увидимся снова. .